11 номинаций, 40 разработок и талантливые участники. В Гродно состоялся зональный тур республиканского проекта «100 идей для Беларуси». В этом году участники были разделены на две группы. Первую составили учащиеся учреждения общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Вторая группа – студент университетов, работающий молодежь и молодые ученые до 35 лет. Спектр направлений, в которых участники могли проявить себя, действительно обширны. Это и социальные, экологические, технические, информационно-коммуникационные проекты, химия, нефтехимия. Я считаю, что самым важным в нашем конкурсе то, что не только мы можем найти идеи полезные для общества, но мы можем найти ребят, которые креативно, творчески, технически мыслят и готовы проявлять себя. Важна не только идея, но и ее презентация. Для того, чтобы ребята смогли ярко, четко и понятно рассказать о своей задумке, с ними предварительно проводились обучающие семинары. В результате каждая озвученная идея имела все шансы на успех. Это все нужно для того, чтобы обнаружить генетические заболевания или же признаки в ДНК человека. Программа работает следующим образом. То есть она создает случайную цепочку ДНК, так как это было разработано в упражнении в учетных целях, разумеется. И пользователи вводят искомую последовательность нуклеотидов, которые отвечают за ту или иную болезнь или же, наоборот, признаки. Карие глаза, светлые волосы и так далее. Потом, получается, программа ищет эти нуклеотиды и выдает, нашел он или нет. Если нашел, может делать вывод, что у данного организма там, например, заболевание мастит или проще заболевание, или же все же признаки. Были озвучены идеи на самую актуальную мировую тему – борьба с коронавирусом. Наша разработка представляет из себя пульсоксиметр, но первый белорусский пульсоксиметр. Вот. И в чем идея? Измеряет, как происходит измерение кислорода. Ну, с помощью просвета пальца, с помощью специальности светодиода. Я представляю проект портативный фото-биреактор пост-ковид-19, в котором производится хлорелла, которая при своем производстве выделяет кислород, который помогает при лечении ковид-19. Больше всего инноваций было представлено в номинациях «Общество и социальная сфера, экология, информационно-коммуникационные технологии». В рамках зонального тура состоялся отбор лучших проектов в каждой номинации. Победители представят Гродно в декабре на областном этапе конкурса.